Мы в Москву приехали сообщить о том, что у нас собираются якобы добывать никель. Мы протестуем активно против этого в течение нескольких месяцев. Но это замалчивается. Этот никель нам несет смерть. То есть никель сам по себе, мы знаем, опасен, как это химическое вещество, элемент. Но кроме того, при добыче никеля все знают, мальмальские, которые учились в школе, люди, детишки по химии, знают, что сопутствует, мышьяк, сера и другие вредные вещества, которые будут подниматься вместе с никелем, с рудой. И при обогащении, если собираются строить ГОК, при обогащении все это будет выбраться в атмосферу. Получается, что дельцам просто наплевать на людей. На жизни людей, которые там будет, если это произойдет, погибнет, погибнет. Значит, величайший заповедник Хаперский, который занесен в реестры всемирных организаций, в ЮНЕСКО. Понимаете? Значит, наплевать на то, что там погибнут животные, люди, земля, чернозем. Вы знаете, что у нас центральный черноземный район, это самая у нас житница. Это кормит всю страну, фактически. Мы можем исчезнуть, как исчезли в свое время хазары. Мы такой для себя судьбы не хотим. Поэтому мы категорически против всякой добычи никеля. И тем более, если бы этот никель был для нужд наших, внутренних страны. Этот никель идет на продажу за рубеж. 95%. 95%. И планируется так. Даже вот норникель, мы все знаем, что там практически все идет за границу. Кобальт, плюс к тому же еще, стратегический тоже так же материал. И нам ничего не достанется. Получается, что страну используют просто как оккупационную зону, да? Ну, просто-напросто. Они хотят, значит, извлечь выгоду, набить свои, так скажем, просто карманы. И, возможно, отсюда просто уехать, уехать, жить в лучшие страны. А мы останемся здесь у разбитого корыта и помирать. Сами дети, внуки. Самое главное – река Хапер, которая падает в Дон. Дон в Азовское и Черное море. В Европе. Да, в Европе. И это все пропадет. 6 тысяч в глубину метров. 600. 600 метров пытается копать шахта. И это все в Хапер. Рыба умрет. В вода уйдет вся. В Дон попадет, Дон накроется, Азов накроется и так далее, и тому подобное. В свое время к нам пришел Батый в 13 веке, в 20 веке пришел Гитлер. Но такой опасности, по-моему, еще для нас никогда не было, когда замахивается вообще на нашу природу, на наш народ, на нашу историю, на нашу жизнь. Указ о разработке сам Владимир Путин подписал. Постановление подписал. Он фактически продал без разрешения народу нашу землю, на которой мы трудились, и наши предки трудились веками. Вот смысл в том, что никто не хочет слышать. Отмал. Далеко написаны были письма, далеко не двухсмысленные, далеко. Обращение. Да, обращение. Никто не хочет слышать. Если вам надоела неподотчетность власти, если вам не по душе царящий в России беспредел, добро пожаловать в Москву на Марш Миллионов. И даже если вы не смогли сегодня сюда приехать, я предлагаю вам пройти этот маршрут вместе с телеканалом Политвестник ТВ. Продолжение следует. Приятно видеть служивых флотских ребят. Скажите, что вас привело сюда на Марш Миллионов? Общее несогласие с политикой, проводимой в стране, нас не устраивает много происходящее в стране. В частности, также и судебные процессы, которые идут в последнее время. Последнее, это вчерашний случай с депутатом Гудковым. То есть, такое политическое давление. И мы, поскольку мы тесно связаны с флотом, лично знаем ситуацию на флоте. Как-то какового речного флота уже в стране не осталось. Все корабли старше 30 лет, что и приводит потом к таким трагедиям, как Булгария. Занимался северным завозом в северной регионной стране. Это Камчатка, Якутия. Состояние флота речного в Якутии вообще никакое. Там нет кораблей младше 15-10 лет. Что, правительство ничего не предпринимает? Все знают, все знают. Все корабли заложены по два раза в банках. Северные завозы проводятся там ужасно. Через посредники фирмы. Учредителями этих фирм являются работники РАОС. Все это через вторые и третьи руки. И в итоге солярка на северах стоит 42 литра. Отсюда и коммунальные услуги растут, тарифы. Ну, общий бардак, общий бардак. Даже ситуация с Ростовом, которая случилась, по телевизору уже о них ничего не говорят. Мы вот узнаем в интернете, что оказывается там в Ростовской области у нас вторая сагра практически получается. Что люди выходят. Все проекты провалены. А такие марши миллионов, на ваш взгляд, в состоянии что-либо изменить? Я думаю, да, поэтому и выходим. Вспомните, у нас выходило, у нас выходит все больше и больше. Люди просыпаются, люди понимают, начинают анализировать, понимать происходящее в стране. Это радует. Пока у нас люди будут сидеть в тюрьме, а политическая система будет представлять из себя тот позор, который она сейчас представляет, естественно, до тех самых пор, скажем так, а, наверное, и дальше, потому что у нас есть своя политическая программа, мы будем оставаться частью протестного движения. Дело не в 100 человеках и не в 100 тысячах, а в концентрации той воли, того стремления, которое происходит в обществе. Понимаете? Вот и когда сегодня откуда-то звучат сверху со стороны власти о том, что вы там как клопы бегаете, это прикрытие. Понимаете? Это от трусости люди говорят. Это люди, которые не хотят говорить с народом. Какой бы он ни был, националисты, анархисты, все живые люди. Я считаю, что ведь право на место под солнцем имеет одинаково каждый человек. Что бомж, который сегодня валяется около мусорника, что президент, который сидит в Кремле, не важно. Оба они имеют право на место под солнцем в жизни. Оба они имеют право на жизнь. Оба, судя по всему, говорить формальным языком, имеют право на то, что записано в нашей прекрасной Конституции. Все, что там записано, что сегодня не исполняется. И мы это видим. Поэтому мы пришли сюда просто поговорить. Хорошо, если бы сюда пришла бы власть. А бы здорово сделала бы. Если бы пришла, поговорила бы с народом. Переступила бы через себя, переступила бы через свое высокомерие. Спокойно, нормально. Уверяю, это был бы самый блестящий, самый лучший сдвиг, который мог бы выпустить в хорошем смысле слово определенного рода пар. И совместно бы с властью мы какие-то конструктивные вещи сегодня бы применяли в области построения политики, организации. И если сегодня не начать диалог, то терпение народное не беспредельно. Действительно, выйдет рано или поздно пресловутый миллион. И тогда уже народ не захочет никаких переговоров, а выдвинут просто ультиматум. Пока не поздно, чтобы не доводить до конфронтации. Мы сегодня будем долго находиться на площади. И мы будем ждать федеральную власть на трибуне, чтобы в прямом эфире начать переговоры. Мы хотим выразить протест этому воровскому правительству, этому воровской власти. Мы хотим, как все здесь собравшиеся, срочно поменять, чтобы ввести в стране демократические преобразования. Все просто. Привел протест против безудержного разграбления нашей страны, привела любовь к родине, привело желание заявить, в конце концов, что мы здесь власть, и мы имеем право на наше мнение, чтобы с нами считались. Власть приготовилась основательно, хотя и стандартно. Нагнала полицию, автозаки, ОМОН и даже военных. Истерика Кремля понятна. Наворовано столько, что потеря власти чревата утратой свободы, денег и даже жизни. Журавли, так сказать, должны летать свободно. Ну, вы понимаете, что не в буквальном смысле, я говорю, как раз. Свободный человек – это не тот, который делает, что захотел его левые пятки, а который, так сказать, поступает в соответствии со своими убеждениями. Здравствуйте, а вы пришли на Марш Миллионов, вы перековались? Извините, я не буду отвечать на ваши вопросы. А, то есть вы не перековались. То же самое все. А вы еще будете снимать фильмы ваши замечательные? Я же вам ответил на вопросы. Я не отвечаю на ваши вопросы. Зачем вы мне их повторно задаете? Это уже в другой вопрос совершенно. Знаете, что это НТВ выглядит? Мне совершенно все равно, я не смотрю НТВ. Мне просто интересно. Я не буду отвечать на ваши вопросы, я думаю, все понятно. А почему вы здесь? Вы снимаете новый фильм. Как он будет называться? Вы услышали меня? Нет. Нет? На ваши вопросы отвечать никто не будет. Всего доброго. Он не хочет, он стесняется, готовит какой-то шедевр. Я хочу честных выборов. Я хочу, чтобы умные люди правили страну, а не воры и жулики. Человек, называющий себя президентом, любит птичек. Оппозиция, как выяснилось, тоже. Освобождая белых голубей, граждане освобождают и себя. И в этом не только символика. Тем более, что сегодня в России призывы к свободе чреваты реальной тюрьмой. Сколько бы власть не убеждала граждан в том, что от них ничего не зависит, протестовать опасно, вы можете лишиться работы и так далее и тому подобное. Люди уже не верят ни в какие угрозы. Люди не верят в власти. Они перестали бояться. Они охотно вышли на марш миллионов в Москве, чтобы сказать власти свое «нет». Мы устали. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Вчерашнее ваше фактическое изгнание из Государственной Думы, оно внесет раскол в элиты России? Оно уже внесло. Если уважаемый режиссер, начальник штаба Путина, один-единственный из фракций, открыто проголосовал против этого решения, это о многом говорит уже. Это вы имеете в виду Говорухина? Я имею в виду Говорухина, хотя есть люди... Меня вчера подъезжали во фракции «Единой России». Люди с именами. Это Говорухин, это Хинштейн, это Борис Резник. Это люди, которые не нуждаются в представлении. Это колонна солидарности. Там еще и другие колонны. Путинские пропагандисты часто говорят о том, что все эти акции проплачены Государственным департаментом США. Но ответьте мне, пожалуйста, каким образом можно купить такое количество граждан? И за какие деньги здесь не хватит никакого бюджета Госдепа? Слияние двух колонн, левой и правой, произошло на Тургеневской площади. Это объединение. Как раз именно его и боится власть. Путин Борг! Я считаю, что и лично я могу изменить работу и воспитывая своих детей так, чтобы они знали, что чувство свободы это самое важное и неотъемлемое право любого человека. А во-вторых, когда нас много, каждый один отдельно вместе с остальными может сделать что-то в этой стране. То есть Госдеп вам не платит? Вы сами? Нет, я бы самому доплатил. Да, дайте еще. Запись наблюдателя. А, уже не почти. В единый день голосования нужны все. Не хватает сил. Жулики и горы расстанавливают наши силы. Надо наблюдать за муниципальными выборами. Химки, Пушкина, Рязань, Саратовская область. Везде нужны люди. Скажите, пожалуйста, а что привело вас сегодня на Марш Миллионов? Что привело? Я с конца 80-х хожу на митинги. У меня один флажочек из такой мухами засиженный, российский, еще с тех времен, когда он не был еще в государстве, носил, да? Хранился, где-то уже пылился, пылился, даже не думал, что придется его брать с собой на митинги. Но пришлось. А вас что-то не устраивает в том, что происходит в России? Не устраивает. Ложь. Ложь, ложь и ложь власти. И как ее преодолеть? Что нужно сделать? Что надо сделать, да? Тяжело ее преодолеть. Потому что Россия только и видит первые государственные каналы. Это не средство массовой информации, а средство массовой пропаганды. Поэтому большая часть народа, правда, все не знают. Вот с чем дело-то. Бороться за свободу слова. Прежде всего, за гласность. Нужно брать на себя ответственность и менять все там, где ты можешь, везде. И всегда, когда ты с чем-то не согласен, ты должен сказать это вслух. Это очень важно. Чем больше будет таких людей, как я, тем быстрее все будет меняться. Стоп, 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 стоп. Путин должен уйти. Путин должен уйти. Мы должны прийти и продемонстрировать, что нам по-прежнему не нравится то, что происходит в нашей стране, и мы хотим это исправить. Люди сюда пришли не речь слушать, а просто здесь быть и показать, что ничего с зимы не изменилось. А несколько таких акций уже было, и вроде как ничего не изменилось. Неужели нужно продолжать? После этого власть решила, что нас можно напугать, что можно принять какие-то идиотские законы, что можно кого-то посадить. Люди пришли сюда, по-моему, чтобы показать это не так, это ничему не поможет. С людьми надо разговаривать и договариваться по-человечески. А если власть не договора способна, что делать? Ну, значит, власть менять, иначе не бывает. Каким образом? А? Каким образом? Мирным, нормальным. Если вот так выйдет вся страна, на следующий день власть смеется. Равные права! Без компромиссов! Равные права! Без компромиссов! Равные права! На спину края светящиеся таблички с порядком. Мы все люди, и у каждого есть мнение. Не так, как в Думе. Голосуют по команде. Ну, а начало было, когда? Когда были выборы в Думу, вот как проснулись, между прочим. А до этого вы спали? Нет, я не спала, но просто было ведь везде застой. А там было уж настолько нагло и противно, что уже никуда. Вам надоело жить в затхлой атмосфере? Дело не в затхлой атмосфере. Она становится все хуже и хуже. И она становится милитаристской. И главное, что народ пытаются разъединить. И делают это ужасное дело сверху. Вот это самое поганное. А здесь светлые лица, здесь все хорошие. Ну, меньшинство плохих, скажем так. Ну, как в любом обществе, но здесь больше хороших. И думающих, главное. Сегодня мы пришли, прежде всего, чтобы заявить свою гражданскую позицию по поводу состояния здравоохранения в целом. И в частности, на периферии. Мы из нескольких городов России, Центрального федерального округа. Прежде всего, мы хотим заявить о жутком кадровом голоде на периферии. В некоторых городах и областях не хватает до 50% медицинского персонала. Люди, которые работают, низкий поклон. И врачам, и медсестрам, и санитаркам. Это люди, половина из которых уже на пенсии. А еще четверть приближается к пенсионному возрасту. Молодежь не идет в медицину на периферию, потому что им проще уехать в Москву, в Питер, где платят хорошие, нормальные деньги, и можно построить карьеру. Мы также хотим официально заявить о том, что нам лгут о зарплатах медиков. Их завышают в несколько раз. И в рот это местные власти. Прежде всего, мы за достойную зарплату медицинского работника. Вместе за достойную медицину. А вы откуда сами? Я из Брянска. А вы откуда? Я из Смоленска. А вы откуда? Брянск. Общественное движение. Вместе за достойную медицину. Стоп, развал у медицины. Остановите развал медицины. Несмотря на все увещевания власти о том, что вопрос с зарплатами медика решен, до сих пор в регионах зарплата квалифицированного врача составляет менее 10 тысяч рублей. Зачастую. Это не правило, но зачастую. Как же вы живете? Ну, соответственно, приходится выживать. То есть, это зависимое существование за счет родственников, за счет каких-то дополнительных доходов и так далее. Массовый подроход, переработок, ночных, работа на стороне. Все это за счет качества. Мы заранее извиняемся, что качество падает. Виноваты организаторы, а не мы. Хочется еще сказать, что на самом деле люди уходят из медицины. Прежде всего, молодые специалисты. Если медик умеет работать с человеком, который страдает той или иной болезнью, он всегда найдет язык со здоровым человеком. Люди уходят в продажи, уходят в бизнес. Мы теряем медиков, теряем медицину. С образованием в нашей стране творится настоящая беда. И эти люди пришли сегодня на Марш Миллионов для того, чтобы заявить о том, что они не хотят жить в глупой стране. Здравствуйте. Что вас привело на Марш Миллионов? Общие интересы. Это то дело, которым я занимаюсь, касается миллионов. И миллионов их детей. Я учитель по профессии. А вы где работаете? В какой школе? В Московском лицее. В Московском лицее. И какие проблемы у вас в Московском лицее? Все те же, что были раньше, плюс еще некоторые. Это связано как с изменением системы оплаты труда учителя, так и с чудовищным разгулом администрирования в этой сфере. Учителю становится некогда заниматься педагогикой. Педагогика подменена экономикой. Приоритет в области образования целиком и полностью нынче экономический. Слово «педагогика» не произносится. Это вредно детям, это вредно для будущего страны. Марш Миллионов 15 сентября вывел на площадь бюджетников. И это серьезный звонок для Кремля. Уже бурлит недовольство тех, кто еще год назад, казалось, непоколебимо верил путинским обещаниям обуздать, добавить, восполнить и так далее. Сегодня от этой веры не осталось и следа. Страна взгребает за луку. Остывающий глаз Серая речь Мы находимся в оккупации. То есть люди, которые сейчас считают себя властью, они незаконно избранные. Они не избранные. То есть мы находимся в оккупационной стране. По Москве безлюдной Черный Мерин мчится. В нем царек паскудный Едет и глумится. Все поперекрыли. Вымерла столица. Мало чего случится. Путин всех боится, боится, ца-цам. Еще раз. Боится, ца-цам. По ковру шагает. Страшно оступиться. Страшно облажаться. Страшно обмочиться. Руки пожимают Вражеские лица. То ли балк рухнет. То ли кирпич свалится. Ца-цам. Боится. Ца-цам. Деньги и дочурок Сплавил за границей. Мало кто из чурок Вон вздумает, шанится. Титульная нация. На Руси полиция. Где там демонстрация? Путин всех боится, ца-цам. Боится, ца-цам. Москвичи и гости Загнанной столицы. Из-за занавесок В окна, как в больнице. Смотрят и смекают. Чем пульнуть и решиться? Может, телевизором, а? И людюк сгодится. Ца-цам. Боится. Ца-цам. Ни собак, ни кошек Ни чирик, ни птица Всех арестовали Путин всех боится Третий срок тюремный Вот он и глумится Че с таким водится? Все слова водится Ца-цам Боится Ца-цам Боится Ца-цам Боится О! Ца-цам Спасибо, Михаил Ца-цам Владимир Владимирович Не бойтесь, пожалуйста Ца-цам вам Вы пока что вышли в маске А там, глядишь, скоро выйдете живьем А к гостям из Новохоперска и Урюпинска Лидеры оппозиции так и не прислушались Пройдя мимо насущной проблемы Понятно, что эффект митинга в данный момент волновал больше Но ради чего тогда собирать народ Если не прислушиваться к нему самому В марше миллионов 15 сентября 2012 года По разным подсчетам приняли участие От 60 до 100 тысяч человек Из разных городов Самый главный урок этого марша заключается в том Что гражданское общество в России существует И оно способно объединиться Для того, чтобы достучаться до власти Со своими требованиями Пока мирно Саша Сотник, Дмитрий Мелехин Политвестник ТВ Продолжение следует...